Мы с вами далее поговорим об экстазах Марии Магдалены. Тоже очень склонная к экстазам святая. И первая работа, на которую хочу обратить ваше внимание, это художник Луи Финсон. Мы с вами говорили о том, что Караваджо вынужден был бежать из Рима из-за того, что совершил убийство, его объявили вне закона. И первое место, куда он побежал, был Неаполь. И в Неаполе он снял половину мастерской вот этого художника Луи Финсона. И поэтому-то не сохранилась работа самого Караваджо, но Луи Финсон сделал точную копию этой работы. Поэтому, с одной стороны, это экстаз Марии Магдалены кисти Луи Финсона, а в то же время мы знаем, что это точная, точнейшая копия работы Караваджо. На что хочу здесь обратить ваше внимание. Вот это Караваджо поздний. И у позднего Караваджо цветовая гамма становится абсолютно минималистичной. Он ограничивается красными, сыровато-белыми, охристыми тонами. И исчезает интерьер, пейзаж из картины полностью. При этом вот эта работа Караваджо в копии Луи Финсона оказала большое влияние на замечательную женщину, художницу эпохи римского барокко. Посмотрите, пожалуйста, вот рядом эта работа Артемизии Джентилески, тоже экстаз Марии Магдалены. Мы видим композиционное сходство между двумя этими работами. При этом, что такое экстаз Марии Магдалены? Это она окончательно оставляет все свои греховные занятия, все свои греховные помышления и полностью переходит к Богу. Вот считается, что на первой картине в копии Луи Финсона она находится на пути, а вот в работе Артемизии Джентилески все, она уже освободилась полностью от своего греховного прошлого. Субтитры создавал DimaTorzok